Друзья, здравствуйте! В октябре 2014 года я путешествовал по Аргентине. Это была поездка на машинах, кроссоверах по высокогорной Аргентине. Мы прилетели в Буэнос-Айрес, перелетели в Мендосу, потом на машинах километров 500 ехали в высокогорную провинцию Дон Хуан, по-моему, называется. У них там все Дон Хуаном называется. И там наблюдали очень красивые картины природы, часть которых я вам хочу показать. Вот видите, отвесный обрыв скалы, высота примерно 150 метров. Вот что сотворил ветер и время из скал, сложных из песчаника. Очень красивая картина. И вот там мелкие люди ходят. Разноцветные скалы, вертикальные, горизонтальные, боком лежат. Очень распространенные растения в высокогорной Аргентине кактус Дон Педро. Кто знает, что это такое, тот улыбнется. Иногда кактус вырастает огромной величины. Вот я стою внизу. Колючие. Иногда ветер, солнце делают из камней очень причудливые сооружения, похожие на животных каких-то существ. Вот еще один красавец. Это вулкан. Говорят, он извергался последний раз миллион лет назад. По-моему, это ерунда, потому что потоки лавы, мы по ним проезжали на машинах очень сложно, они остались целые, буквально вот прямо такими лапами растекаются. Км на 20-30 вулкана не отходит. Вот здесь мы видим разрушенную же лаву, она как бы перешла в состояние кучи камней, но в других местах это просто сплошной буквально поток. Я думаю, что лет сто-двести назад было извержение. Это я стою. Солнышко палит, ветер, прохладно. Все-таки высокогорье 3-3,5-4 тысячи метров. В высокогорье имеется некоторое количество озер. Озер обычно неглубокие, и возле озер много живности. Вот мы видим внизу антилоп, это альпаки или викунии. Я в них не разбираюсь. Еще на озерах много фламинго, розовых фламинго, но они обычно достаточно далеко находятся от человека. Вот еще одно озеро, еще одно озеро, вот еще одно озеро. Иногда ветер, солнце очень интересно конструирует скалы, получаются такие красивые сооружения. Вот оно же, вот оно же. Дырочка в скале на высоте метров 30-40. Это мертвая долина, в которой находят много очень хорошо сохранившихся останков динозавров. Такой мертвый пейзаж совершенно. Была найдена всего лет 50 назад среди более высоких гор. Теперь там очень много археологов, делают раскопки. Вот я на краю мертвой долины. А вот из-за костей, которые там нашли, ну я думаю, что восстановили цементом, пластиком, ну вот сделали, видите, скелет динозавра. Их здесь несколько. Вот уже восстановленный скелет динозавра. Это музей есть, музей динозавров, а прямо в пустыне стоят вот восстановленные людьми скульптуры динозавров. Это какая-то речка протекает в Искагорье. Вот растения растут. Сдают довольно красивую картину, как будто цветы. Ну вот цветов, конечно, там нет. Облако красивое, и мы на машинах едем. Еще один космический пейзаж. Ну немножко фотошопа, конечно, добавлено, но в целом красиво. Видимо, вечером. Вот. В национальном парке есть место, где лежит довольно много вот таких шаров. Никто не знает их происхождения. Они какие-то кремния органические. Сами вылезают из земли. Зачем они? Что они? Может, иноземная цивилизация сюда забросила свои яйца, которые рано или поздно зайдут? В общем, никто не понимает их природу. Их разрезали, смотрели. Немножко органики, немножко камня. В общем, непонятно, что это такое. Их там много рассыпано. Это местные ковбои. Скагурная дорога. Где-то шоссе хорошее асфальтое, а потом идет полное бездорожье. Ну как, грунтовая дорога, по которой ходили трактора, камни, песок. И мы по всему этому по 500 километров в день проезжали по бездорожью. Конечно, ужасная поездка. Ну, в плане, что тебя трясет дико совершенно. Пыль стоит сильнейшая. Но машины выдержали. Это я с женой фотографируюсь на высоте 4895 метров. Видите? Это горный перевал. Потом дорога пошла вниз. Еще одна картинка. Марсианский пейзаж. Это я где-то стою. Видимо, достаточно высоко. Прохладно. Поэтому приходится ходить в куртке. Местные жители любят использовать старые грузовички. Их там довольно много. Я думаю, сейчас таких приличных выносливых машин не выпускается. Поэтому они хранят эти старые автомобили. И активно их используют. Сейчас таких грузовиков, там где кабина узкая и потом большой кузов, не выпускают просто. Сейчас выпускают только двухрядная кабина и маленький кузов, что в сельском хозяйстве очень неудобно использовать. Вот такой грузовичок фордовский очень хорош. Архитектура в Аргентине, конечно, в маленьких поселках никакая. Вот строят такие бараки. Вот видите, это город, отель, ресторан. Но все архитектура вот такая, совершенно убогая. Это я сижу где-то на краю дороги, когда мы уже спускаемся вниз. Я вам показал некоторое количество фотографий. Если хотите побольше посмотреть, заходите на мой фотоальбом. До встречи!